Всех приветствую на своем канале. Актеры были вместе 14 лет. Актриса Мария Куликова несколько лет была замужем за Денисом Матросовым. 22 августа 2011 года у супругов родился сын Иван. Казалось, в семье царит полная идиллия. Однако брак актеров обернулся катастрофой. Звезды никак не комментировали свой разрыв, отмечая лишь, что остались в хороших отношениях, но все это делалось на публику. На днях Матросов впервые назвал причину развода. Денис Матросов и Мария Куликова прожили в браке 14 лет, после чего решили развестись. Актер уверен, что причиной разлада в семье стали козни со стороны коллег по актерскому цеху. Все рушится начало из-за нашей прекрасной профессии. Гастроли и съемки – это разъезды по всей стране. Это не сближает, мы стали отдаляться, к сожалению. Так сложилось, что наши дороги разошлись. Поделился артист с Борисом Корчевниковым. Он уверен, что идеальный брак можно было бы сохранить, если бы не интриги со стороны близких людей. Знаете, надо меньше слушать друзей и подруг, да и вообще отказываться от общения и контактов. Они накручивали Марию, говорили ей, что сотрут меня в порошок. Одна подруга Маши написала про меня, что я с 2005 года изменял жене с актрисой Ириной Калининой. Это была сумасшедшая история, ведь муж Иры в то время делал у Марии в доме камин. Разводит руками звезда сериала «Кармелита». Матросов заявил, что прекрасно знает, кто распускал сплетни. Это сделала актриса Светлана Антонова. Это же такие небылицы. Мы со Светой прекрасно дружили, но после этой истории перестали общаться, заявил он. По словам актера, все хотят услышать истории про измены, но причиной стало не это. Я подумал, что я инженер, архитектор, укладчик кирпичей. Стал строить дом своими руками. Совершил ошибку. Это, наверное, ошибка всей моей жизни. Я был на стройке, когда Маше нужна была срочная помощь. Беру вину на себя, что не уделял ей внимания в тот момент. При разводе я купил жене с моим сыном дом. Я сейчас дорожу нашими связями. У нас действительно теплое отношение, заявил Матросов журналистам. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.